всем привет сегодня понедельник и сегодня у нас разбор треков подписчиков сегодня мы разберем 4 трека если вы хотите чтобы я разобрал ваш трек и хотите быть публично высечены пожалуйста присылайте треки на e-mail в формате вафф файлов не ставьте лайки не подписывайтесь на мой канал но если вам нравится то что я делаю если это видео для вас полезно тогда подписывайтесь на boost и поддержите канал поставьте лайк и расскажите друзьям и так первый трек такой трек в стиле хип-хоп мы послушаем фрагмент как всегда там 23 квадрата потому что он достаточно коротенький и в принципе он весь повторяется и так пока слушаем и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Высокочастотная перкуссия, она панорамирована на left-right, а все остальное в центре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, по форме тоже. Действительно, потому что, ну, это скорее ошибки музыкального баланса. То есть не выстроена форма и не выстроена композиция. Тут есть одна яма. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь перейдем к оценке трека. Итак, по спектральному балансу. У меня нет никаких замечаний. Все хорошо. По музыкальному балансу. Ну, стик и клэп, они как-то все-таки, они очень сильно тянут одеяло на себя. И особенно на порталах на большой громкости это будет не очень комфортно слушать. Это будет не очень приятно. Поэтому четверка. Пространство. Пространства как такового нет. То есть есть только один звук, который находится в пространстве, все остальное вне пространства. Но, опять же, такой микс, это клубная фактура, поэтому, может быть, это даже и приемлемо. По плотности. Несмотря на то, что трек у нас где-то 7,7 лувс, это достаточно много. Вот. Сохраняется динамика. Говорит о том, что, в принципе, трек хорошо смиксован. Поэтому по плотности я бы поставил 5. По прозрачности. А вообще никаких вопросов, потому что мало инструментов и все прекрасно слышно. Итого, что у нас получилось. Три пятерки 15, 19, 22. Слушаем следующий трек. Трек Ви Ви Энд Бэнд называется «Перед боем». Давайте слушать. Разум дарит тишина, «Перед боем» Будто нет тебя, Война. 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 На земь сядь, глаза закрой, Отдохни днём весенним. Страшные были реки огня, Серье мрачные лица. Жизнь подарили, дай Бог, не зря, Чтобы мы ждали сны. Чтобы нам добрые сны могли сниться. И есть ещё такая часть, кульминация, она после ямы. Так, ну, вроде бы всё классически, всё достаточно понятно. И что сразу бросается в глаза? Первое, ещё в интро ты начинаешь понимать, что, блин, там ребята поставили стерео-имиджер и раздвинули это всё вот сюда за уши, потому что тебе уже на уши давит противофаза. Я ещё сделаю это ещё более утрированно, а потом сделаю, скорее всего, это делалось на мастеринге. А потом сделаю так, как это, в общем-то, было в исходном файле. Разум дарит тишина, Будто нет тебя война. Вот думаю, что исходный файл стоял где-то вот таким образом, вот как я сейчас сделаю. Разум дарит тишина, Будто нет тебя. Второе то, что бросается в глаза, что вокал, он вообще как бы не в фонограмме, он такой абсолютно отдельно. Вокалист впереди на белом коне, а все остальные там где-то сзади. Особенно это слышно в кульминации, ну, в кульминации даже об этом чуть позже. А в припеве уже прям барабаны провалились, всё провалилось, ничего нет, только вокалист. От снаряда в рой, Трые мрачные лица, Жизнь подарили, Дай бог не зря. Если представить себе зрительную картинку, то будет выглядеть так. Вокалист стоит перед вами прямо в лоб, и фактически на расстоянии один метр, а там где-то далеко-далеко на сцене сидит группа, и она играет. То есть как бы вокалист у вас рядом с вами в зале, а группа на сцене. Второе. Та же, эта же ошибка привела к тому, что гитарное соло закрывает вообще всю, уже всю кульминацию, и закрывает всё на свете. Трек превратился в ровную колбаску. То есть вообще никакой динамики уже не осталось. По индикации, давайте глянем по индикации, что у нас тут будет. Да, индикаторы уже практически не дышат. Они стоят в минус 0,1 децибел, и уже никуда не двигаются, всё стоит мёртво. Серьёзные ошибки в музыкальном балансе, из-за этого как бы весь микс у нас эссу вокалиста звучит прямо нам в лоб, а тарелки где-то там шелестят на заднем плане. Слишком широкая стереобаза. То есть перестарались, раздвинули стереобазу, из-за этого появилась противофаза, и трек звучит за ушами. Причём при переходе в моно всё это будет схлопываться, и трек будет просто сильно тише. Давайте покажу это. Когда я нажимаю кнопочку, у нас появляется моно. Отжимаю у нас стерео. И припевет. Счастные лица Жизнь подарили Дай бог не зря Ну, кроме того, что вокал ощущается близко, он ещё и ощущается немножко мутновато, нижняя середина. Надо было поколдовать ещё с эквалайзером немножко. Итак, давайте попробуем оценить этот трек. Спектральный баланс. Ошибки в эквализации вокала. Ну, плюс он, на самом деле, он немножко весь ярковат, поэтому, ну, четыре можно поставить. Музыкальный баланс. Грубейшие ошибки и с гитарой, и с лид-вокалом. Из-за этого... Ну, микса как такового нет, он развалился весь, да? То есть, нет, это только три. Пространство. Пространство... Ну, ещё раз давайте послушаем, что там по пространству. Но опять же, из-за такого яркого вокала там пространство, оно не читается. Планы не читаются. Читается только лид-вокал и все остальные. Ну, нет, не могу сказать, что это хорошо. Это совсем нехорошо. То есть, по пространству... Три. По плотности. По плотности он зажат на 7 лувс, так же, как и предыдущий трек. Об этом, кстати, я хочу отдельно поговорить. В самом конце все треки, которые мы сегодня разберём, мы разбираем четыре трека. И в конце я немножко скажу о лувсах и о громкости и плотности. Плотность хорошая, но динамика потерялась. Посмотрите, если в куплете мы ещё как-то ощущаем кик, то в кульминации никакого кика уже не слышно. Намёк на кик есть, но самого кика нет. То есть, пострадала динамика, опять же, из-за двух причин. Первый – ошибок в музыкальном балансе. Второй – это ошибки мастеринга. То есть, на мастеринге слишком сильно раздвинули фонограмму, плюс её заремитировали, сжали. А она не поддаётся сжатию, потому что много ошибок в музыкальном балансе. Одна часть жмётся сильнее, вплоть до такого, уже на грани дистошн, а вторая часть жмётся меньше, и из-за этого плотность не получилась. Плотность. Плотность. Четыре. Прозрачность. Ну вот отсюда и прозрачность никакой не будет. Не будет прозрачности, если у вас грубейшие ошибки в музыкальном балансе. Задрали вокал, задрали гитару, всё, баланса нет, прозрачности нет. Ты не слышишь то, что сзади вокалиста. Ты не понимаешь, что там вообще происходит. Три. Итого. Три тройки. Девять. И две четвёрки. Восемь. Итого получается у нас семнадцать. Следующий трек. Трек называется «Ностальгия». Ну, ностальгия, потому что это ремейк на хитовые темы восьмидесятых. Я полюша. Итого получается у нас. Итого. Субтитры подогнал «Симон» Ну и вот там еще вторая часть такая Вот такой трек Что бросается в глаза в этом треке? Опять же, ошибки в музыкальном балансе То есть, несмотря на то, что он весь как-то звучит собрано и плотно Но, допустим, обратите внимание Томы звучат громче малого барабана А этого не должно быть Томы не должны быть громче малого барабана А здесь это так Это естественное желание Нам всегда хочется сделать красивые и объемные томы И мы их начинаем тянуть, тянуть, тянуть Вопрос, как держать себя в руках А держать в руках себя можно, ориентируясь на малый барабан Если вы слышите, что малый барабан звучит тише, чем томы То это уже ошибка Показать это место? Видимо, показать Да, вот оно, это место И после этого места Как бы уже малый барабан Уже начинает проваливаться То есть, ты как бы Том дал тебе по ушам А малого барабана вроде уже и нет Так, еще раз Вот, так, это раз Второе Очень странное панорамирование Посмотрите Гитара Акустическая гитара Во-первых, она сильно завышена по эквализации Это ошибки тонального баланса Или спектрального баланса А во-вторых, эта гитара Она шелестит вверху Примерно там же, где и хэт И, соответственно, еще и панорамирована Туда же, куда и хэт То есть, хэт у нас левее Причем, он достаточно сильно левее На установке он так не может звучать Так сильно слева И там же еще и шелестит гитара Ну, для начала я вам покажу Открытое место, где есть только хэт Который слева А теперь смотрите, вот И здесь, по-моему, тоже Опять, это же частотный конфликт Хэт и гитара звучат в одной точке И еще и в одной тасситуре То есть, по спектру они очень похожи И гитара начинает замазывать хэт Сама она тоже плохо прослушивается Отсюда вот эти косяки Еще мне не понравилось Если вот прошлый трек Вот он у нас, да? Он выглядит колбасой только в кульминации То этот трек выглядит колбасой По всей фонограмме Он сплошняком зажат очень сильно Это, по сути, это приводит к нелинейным искажениям И к тому, что трек звучит грязно Таковой грязи не ощущается Но плотность, он очень плотно звучит Но сохранился кик Да, вот кик здесь качает И бас, в общем-то, на месте После такого лимитирования Всегда появляется такая неприятная цифровая жесткость Вот эта жесткость, она тут и присутствует Попробуем оценить этот трек По музыкальному балансу Есть ошибки? Есть, конечно, есть ошибки По спектральному балансу Но конфликт гитара и хэта Это уже мимо Поэтому четыре Музыкальный баланс Что нам не понравилось? Панорамирование, да Панорамирование, да Томы Панорамирование Малый барабан Ну, вопрос вкуса, конечно Но при таких томах Тогда малого надо больше Либо убирать достаточно радикально томы Чтобы они не выпячивались вперед Поэтому тоже четыре По пространству Ну, как-то что-то сделано Но я бы не сказал Что это вот ощущается так, как оно должно быть Давайте послушаем канал-сайт Ну, как таковой работы с пространством я не вижу Потому что все примерно в одной куче Пространство четыре По плотности Перебор по плотности Вот за это тогда надо снижать Нельзя так сильно зажимать фонограмму Объясню потом, почему В самом конце Прозрачность Ну, пять не поставишь Потому что вот Родос, например, я его услышал Только сейчас в канале сайт А до этого я его даже и не слышал Не знаю, вы слышали или нет Нет, вот теперь я его тоже услышал Но вообще услышал я его вот здесь Ну, это скорее моя невнимательность Просто я невнимательно послушал Поэтому нет Но такой ясности, конечно, нет Хотелось быть чище звук И вот без этого цифрового перегруза Просто все чуть-чуть помягче и почище Поэтому тоже четыре Итого у нас получилось пять четверок Двадцать Последний трек И потом обсудим Некоторые важные моменты Последний трек Называется «Начало» Слишком тонкая грань Между то и после Разгоняет кровь С немыслимой силой Слишком тонкая ткань А вокруг космос Расширяет вновь Мне модель мира Тоже такой классический рок-трек Давайте попробуем вникнуть Что? Не знаю, обратили вы внимание или нет Я думаю, что, наверное, уже все замечают Такие ошибки сразу, да? Как в той песне, в которой было много голоса Здесь его тоже много Он опять впереди у вас, вот здесь перед носом А все остальное где-то сзади Кик не прослушивается практически нигде Слишком тонкая грань Между то и после Разгоняет кровь Если говорить о визуализации Я бы представил себе так Стоит человек на огромной площади Ну, допустим, на красной площади Нет, на красной площади Ну, похоже на красной площади Причем он стоит прямо перед вами И вот эта вся площадь Там отзывается Там и дилей есть И реверб есть Вот И где-то там вдалеке Играет группа Потому что малый слышно только намеком Бочка вообще практически не прослушивается Гитара, бас более-менее слышны Напоминает парад на красной площади Примерно так же звучит Давайте попробуем оценить Ну, ошибки в музыкальном балансе очевидны То есть для того, чтобы вообще что-то сделать Надо сначала убрать вокал Тогда будет ясно, что там происходит сзади Потому что сзади мы слышим только Фактически только гитару Все остальное не прослушивается По спектральному балансу Ну, таких грубых, конечно, ошибок нет Ясности нет Ничего не читается Ничего не понятно Ну, хорошо Пусть будет 4 По музыкальному балансу Опять грубейшая ошибка Я не могу больше 3 поставить Пространство Из-за этой ошибки пространство все завалено Ничего не слышно Что там происходит Тоже 3 Плотность Ну, трек зажат в хлам От этого он только страдает Поэтому Нельзя, нет 4 даже много Я считаю, что это грубо 3 3 При таком вокале мы не слышим вообще Что происходит сзади, кроме самой гитары Поэтому тоже 3 Так что же я всем тройки Все тройки поставил Вот Похоже, нет Одна четверка Одна четверка и все тройки И три тройки Четыре тройки Тогда получается 16 баллов Вот что я хотел сказать Обратите внимание Мы разобрали сегодня Четыре трека А теперь послушайте их Один поотносительно другого И скажите Какой на самом деле Самый более-менее Самый приличный И правильный трек Первый и четвертый звучат по громкости одинаково Второй провалился из-за музыкального баланса И третий Зажат в усмерть тоже Поэтому такая вещь Здесь надо понимать такую вещь Когда вы жмете свои 7 лувс Или хотите 5-4 лувс Как современные треки Это должен быть очень грамотный Очень точный сделанный микс Тогда он будет сжаться И будет позволять сделать эти 7 лувс Во всех остальных случаях У вас лимитер начинает работать Так же как дистошн То есть вы получаете грязь Дополнительные искажения Вместо того, чтобы получить плотный трек Не получился плотный микс Не старайтесь его дожать до 7-5 лувс Потому что вы просто его Испортите и загрязните Опять же, вот эти все ошибки Они приводят к чему? К тому, что после лимитирования У вас кик съест Лимитер съест кик Вот он его и съел здесь А вот здесь хороший баланс И здесь все на месте И кик живой Несмотря на то, что там те же 7 лувс Он легкий и прозрачный трек Кстати, на мой взгляд Это самый обаятельный трек На сегодняшний день Второй звучит мутно Третий звучит ярко В целом сбалансировано Но появилась вот эта цифровая хрипотца От лимитирования И третий Четвертый Ну, по восприятию на слух Он вполне как бы приемлем То есть на первом месте первый На втором месте, наверное, четвертый На третьем месте ностальгия И на четвертом месте Вот этот Ви Ви Энд Бэнд На мой взгляд так А теперь давайте посмотрим Что у нас получилось На первом месте хип-хоп Ну, начало я разгромил Хотя на самом деле, наверное, что надо сказать Все-таки музыкальный баланс Ну, да, нет, но он кривой музыкальный баланс А лимитер это чуть-чуть как-то исправил То есть у меня получилось не так Тогда на втором месте 80-е А он, на самом деле, наверное, на третьем Ну, а этот на последнем Вот так Так было бы, наверное, правильнее Если бы это была только моя оценка Но мы старались Мы старались подойти к этому объективно На этом все на сегодня Итак, не ставьте лайки Не жмите на бубенчики Вот если нравится Если вы смотрите Тогда ставьте Жмите на бубенчики И подписывайтесь на Бусти Я вам буду благодарен Что вы поддерживаете мой канал Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok